Привет! Вы на канале АвтоСтронг, но сейчас я среди мотоциклов. Итак, встречаем наш новый бренд Motostrong. В Motostrong вы можете купить отличный байк с маленьким пробегом по отличной цене. Все ссылочки в описании. Напомним, что в Motostrong отличные бэушные запчасти с гарантией и доставкой. Прямо сейчас мы разберем автомат, который разрабатывали инженеры Mitsubishi самостоятельно. Итак, встречаем F4A42. Данная коробка производилась с 1997 по 2011 год. И устанавливалась на множество моделей Mitsubishi. От Eclipse и Lancer до Galland и Outlander. Также ее можно встретить на многих автомобилях Hyundai, таких как Elantra, Sonata, Santa Fe и Tucson. Также данный автомат устанавливали на многие автомобили Kia, таких как Currents, Optima, Spectra и Sportage. Также данный автомат засветился и на американских Stratus и Sebring с объемом двигателя 2,4 литра. После 2007 года данные автоматы в основном устанавливали на автомобиле Proton и также на некоторых китайских брендах. И сегодня мы будем разбирать автомат, снятый с автомобиля Carisma Mitsubishi 2001 года выпуска. Данная коробка построена на основе двух планетарных редукторов, которые формируют передаточные числа четырех передач переднего хода. За переключение передач отвечает пять пакетов сцепления. В зависимости от модификации в конструкции данной коробки может присутствовать либо отсутствовать муфта свободного хода. Так как эта трансмиссия нашла применение в огромном количестве автомобилей, то и модификаций у нее множество. Существует три базовых варианта данной трансмиссии – легкая, стандартная и усиленная. Соответственно, после маркировки F4A идут цифры 41, 42 или 51. В данном случае у нас 42, то есть эта коробка стандартная. То есть она предназначена для работы в паре с двигателями объемом от 1,8 до 2,7. Но есть случаи, когда эту коробку ставили с двигателем меньшего объема либо большего объема. У данной коробки 9 вариантов передаточных чисел главной передачи. Вся информация об этой коробке находится в обозначении, выбитом на корпусе. Первые пять символов – это версия самой коробки. Восьмой символ – буква, которая шифрует передаточное число. В данной коробке есть буква E, передаточное число 377 – самая длинная для данного автомата. Также в этом шифре находится информация о версии коробки 1 или 2, в данном случае 1. Также есть буква A или B, которые означают наличие либо отсутствие обгонной муфты. В данной коробке обгонной муфты нет. У коробки F4A42 два варианта исполнения электрического разъема. Свой у Mitsubishi и Chrysler и свой у Hyundai и Kia. На коробке F4A42 используется внешний масляный фильтр. Трансмиссионная жидкость здесь используется фирменная Diamond SP3. На коробках, которые пробежали больше 100 тысяч километров, надо менять масло каждые 40 тысяч. Запровочный объем масла здесь 8,5 литров. Коробка F4A42 очень надежна и неприхотлива, но продлить ее жизнь можно более частыми заменами масла. При замене масла коробка избавляется от фрикционного осадка, то есть продуктов износа гидротрансформатора. Продукты износа гидротрансформатора могут привести к износу игольчатого подшипника одного из редукторов. При таком сценарии по коробке распространяется металлическая стружка, что приводит к очень плачевным последствиям и разрушениям в АКПП. То есть можно доездиться до износа маслонасоса, проворота его втулки и вытекания масла наружу. Говорят, что у нас кончились про него шутки. Пожалуйста, напишите парочку в комментариях. Итак, встречаем, Серега. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. В гидроблоке данного автомата в зависимости от версии исполнения может быть пять или шесть соленоидов. В данном случае у нас пять. Один соленоид управляет муфтой блокировки гидротрансформатора, а остальные шифтовые. С данным блоком практически ничего не случается, разве что проблемы возникают из-за появления в масле фрикционного осадка. Из-за подклинивания клапанов пакетом сцепления не хватает давления для сжатия, и тогда диски проскальзывают и сгорают. Соленоиды надежные и ходят примерно 150 тысяч километров. Сепараторная пластина здесь стальная и довольно долго противостоит износу, но при наличии царапин и канавок от фрикционного осадка ее приходится менять при капремонте. Когда эта коробка приезжает на ремонт с пинками, блок снимается, разбирается, дефектуется, там не обнаруживается никаких неполадок и износа. Тогда блок чистится от фрикционного осадка, собирается обратно, ставится и коробка прекрасно работает. И еще один нюанс. Датчик скорости входного вала может перевести трансмиссию в аварийный режим из-за неисправности. Обратите внимание, что находится он снаружи, легко доступен и легко меняется. В данном барабане находится пакет сцеплений, который называется овердрайв, задействован на третьей и четвертой передачи. Сейчас мы посмотрим на состояние фрикционов. Вот это пакет сцепления овердрайв. Он в отличном состоянии. Также в барабане находится пакет реверса, тоже огонек. Следом идет хаб, на который замкнут пакет овердрайв. Износа здесь тоже никакого нет. Следом идет еще один хаб с солнечной шестерней. И здесь на нем мы видим износ от ударов фрикционных дисков. Планетарные передачи собраны вместе в барабане, который представляет из себя кольцевую шестерню. Малый планетарный редуктор называется овердрайв. Чистенько именно он становится причиной износа всей трансмиссии. Дело в том, что вот этот игольчатый подшипник рассыпается, все его части разносятся по трансмиссии и приводят к износу абсолютно всех элементов коробки. Пакет второй тормоз используется на второй и четвертой передачах. Посмотрите, он горел. Это пакет Low Reverse. Он используется на паркинге при движении задним ходом и при движении на первой передаче, когда коробка в ручном режиме. По состоянию здесь все очень даже хорошо. В корпусе коробки находится еще один фильтр, который меняется только при капремонте. Серега, развали его, пожалуйста. Вскрыли фильтр, минимальная стружка, а так, в принципе, все очень даже неплохо. Это входной вал, а вот это пакет сцепления Underdrive, который задействован на первой, второй и третьей передачи. По состоянию все хорошо. Разобрали маслонасос и обратите внимание, что все втулки, ответные части и шестерни просто в идеальном состоянии. Все запчасти с этой очень даже неплохой коробки вы можете купить знаете где? В «АвтоСтронг-М». Разборка закончена и сегодня мы разобрали действительно надежный японский автомат. Серега, резюмируй. Была у меня машина с такой коробкой, сломалось все, кроме трансмиссии. Рекомендую, очень надежно. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».